привет добил меня очередной вопрос facebook плюс еще видео с youtube и пересилил я себя добрался до обещанных съемок чуть нудно будет так как передаю информацию учу они собирают диванную армию смотреть как рыбача короче решил снять видео ответ facebook и показать как одевать резину на джиголовку со штопором или как некоторые называются пружины первым для примера я взял 7 сантиметровый твист и крючок размером 10 я одеваю на глаз тем у кого недостаточно опыта посоветовал бы как-то помечать место где будет вылезать крючок и так продеваем крючок приманку до того места где должен выйти и после начинаем накручивать наш твист как видите ничего сложного хвост джига сам уходит поджал и резина накручивается уверен что будет вопрос а как же с виброхвост давайте его покажу для примера взял дайвот орнамент 10 сантиметров крючок 20 все точно также как и с твистером проталкиваем жало до того места где оно должно вылезти заводим хвост под крючок и начинаем накручивать вот и весь секрет особо показывать то нечего абсолютно таким же образом накручиваются и мелкие и большие приманки для примера так выглядят большие 6-дюймовые джиги насаживаются также хотя в них можно было поставить обычный крючок резина крепкая джиголовки со штопором на мой взгляд имеет смысл ставить на мягкую резину такую как дайвот орнамент или кейтех и под конец видео скажу немного о планах не зря я положил тут эти уже оснащенные джиги если кто-то из опытных смотрит и смеется я вас понимаю так у нас один из поставщиков резины в Финляндии учит одевать своих привозимых червей на обсепные крючки и это видео ставят в магазинах как обучающий материал это неправильно это смешно это мы будем обговаривать в следующем видео покажу разберем варианты оснастки обсепных крючков удачи на воде до встречи